как же тебе повезло что ты зашел на это видео сегодня в нашем видео поговорим о видеокартах если ты вот именно рендерришь и не знаешь какую видеокарту купить как я в свое время купил 1070 ты пожелешь что я купил денег очень много а если ты любишь выигры я тоже подскажу как у купить видеокарту речь пойдет вот об этих видеокартах 1063 гигабайт серия g1 gaming это значит что у нее здесь продуманный охват сзади алюминиевая пластина которая охлаждает очень хорошо все чп памяти и данная память не перегреется значит все вот эти четыре видеокарты вот он 4 компе стояли на майнинг ферме до этого у меня здесь была видеокарта 1070 на 8 гигабайт и я ее поменял на 2 вот этих видеокарты почему же все таки решил поменять свою видеокарту 1070 на 2 у таких видео как и почему у меня здесь не 2 а 4 в общем 2 я выменял на свою видеокарту и 2 еще прикупил не стоит цели чтобы заработать а с той целью чтобы сделать для вас видео сделать сравнение всех четырех видеокарт и чтобы у меня был больше выбор выбрать из этих четырех видеокарт себе одну видеокарту вот эти все четыре видеокарты были куплены в одно и то же время и стояли на одной фирме почему потому что у них даже серийные номера везде одинаковые покупая видеокарту на вторичном рынке особенно после майнинга необходимо обращать на эту видеокарту что это за видеокарта за серия люди которые гонят на майнинге они используют в видеокартах памяти и эта память работает настолько сильно она перегревается и потом перестают работать чипы для того чтобы проверить необходимо установить программу я вам позже покажу на компьютере проверяется все это быстро и легко вот на всех вот этих вот четырех платах память была исправна на сто процентов и несколько не закосячены потому что здесь вот этот брусок алюминиевый он очень хорошо отводит тепло вот я на него руку кладу и он не то что кипяток руку нельзя держать руку держать можно он хорошо твой тепло а если у вас в корпусе будет какой-то продувка воздуха то он будет легко то все дело охлаждать давайте ближе к делу сейчас расскажу в чем отличие данных данной видеокарты от моей видеокарты 1070 я уже на этой видеокарте несколько дней и в игрушки поиграл и видосы по рендерю и могу с уверенностью сказать что мне вот этой видеокарты хватит и выиграть и рендерить видос сейчас поговорим о цифрах сколько и что употребляет каждая видеокарта и почему именно 1063 мне зашла 63 это значит 3 гигабайт на конце тройка если если здесь еще ну бы куда на видеокарте есть вот такой 8 пиновый разъем в этот 8 пиновый разъем я подключил отдельный блок питания через ваттметр и смотрел сколько потребляя 1070 и 1063 в режиме простоя в режиме простоя не потребляли одинаково 18 6 ватта прям один в один что-то что-то далее я запускаю фурмарк и на 1063 потребление составляет 101 ватт а на 1070 172 ватта то есть на 70 ватт 1070 потребляет больше а вот имейте ввиду это это тоже самое будет касаться и игр когда мы еще вернемся позже далее я включаю рендер видео да я монтирую с уни вегас и использую технологию куда это такая технология которая позволяет использовать ресурсы видеокарты на то чтобы быстрее отрендерить видео и могу сказать на сто процентов что благодаря видеокарте видео рендерится в два раза быстрее то есть если видео у меня на выходе 10 минут на без видеокарты рендерится за 20 минут либо больше с видеокарта на рендерится 10 минут то есть видео 10 минут и на выходе 10 минут если я накидаю всяких эффектов то вместо 10 минут может быть и 15 и 20 минут на вот если очень много эффектов будет представлять если без видеокарты это 10 минут на видео может рендериться час а то и больше так вот рендер видео на видеокарте 1060 потребляет 37 ватт а на видеокарте 1070 потребляет 45 ватт это при условии что время рендера одинаковое получается дальше какие у нас минусы получается на видеокарте 1070 крутится постоянно вентиляторы и их очень слышно как вот во время рендера работы вентиляторы и очень чувствуется тепло излучаем от видеокарты 1063 такого нету сами понимаете я сказал вам уже что 1060 37 ватт против 45 ватт на 10 а видео 5 минут на отрендерился у меня на 1060 за 3 минуты 37 секунд а на 1070 3 минуты 43 секунды погрешность небольшая и получилось что на 1070 даже на 5 секунд рендерилась дольше вот так вот по ходу получается что вот этот вот микросхема куда или как там технология куда она в этих видеокартах везде стоит одинаковая почему 1070 дороже стоит потому что там больше других технологий которые позволяют в играх больше иметь fps и обработку вот этих вот картина кадров все такое 3 пыли ну вот ну ты понял да и что самое интересное рендер видео без видеокарты занимает больше энергии и больше времени к примеру я взял и сделал тест на видеокарты 1070 плюс компьютер подключил ваттметр к этому системному блоку у меня получилось что без видеокарты видео рендерилась восемь с половиной минут и при этом компьютер потреблял 260 ватт а с видеокартой компьютер потреблял 220 ватт на 40 ватт меньше и видео трендарилась за три с половиной минуты то есть видеокарту по любому использовать надо и я сделал для себя выбор что для меня 1070 видеокарта она избыточна сейчас переходим к тесту всех вот этих четырех видеокарт фурмарки сейчас вы на экране видите скриншоты с четырех видеокарт программе gpu z везде у них одинаково как вы можете заметить когда я делал стресс с формарки я все показания температуры можете записывал себе в телефон в программу в стресс с формарки температурная чипе не поднималась выше 67 градусов где-то 65 66 67 градусов но она везде вот в таком диапазоне визуально я посмотрел термо интерфейс завода то есть их не лазили не ремонтировали о чем это говорит о том что если бы эти видеокарты перекрывались процессе эксплуатации на майнинг ферме то эти бы термопрокладки высохли потекли да они текли здесь есть следы подтеков это необходимо конечно же разобрать протереть почистить заменить термоинтерфейс чтобы дальше работаю если я собираюсь оставлять эту видеокарту себе вот и так как здесь офигенный охват чипов с этой стороны и там то данные данные термопрокладки не перегревались и сильно не высохли и вот сейчас вот такая температура данным видеокартам уже больше трех лет и они себя очень показали хорошо эти видеокарты гигабайт гейминг серии g1 и у них хорошо продуман на охлаждение классная видеокарта если вы думаете что на вторичном рынке все такие вот видеокарты хорошие нифига подобно это вот один из малого числа видеокарт которые можете купить на вид а после майнинга которые в хорошем состоянии далее что самое интересное вот видеокарты каждая видеокарта потребляет разную мощность 1 252 ватта другая 237 241 248 то есть есть какая-то какие-то странности вот я себе решил оставить для себя лично в свое пользование видеокарту который потребляет меньше мощности 237 ватт и у нее кстати совпало то что шум на вентиляторах немного тише сейчас вам покажу как вентиляторы шумят и на самом деле я потом одну из этих видеокарт разберу смажу шум пропадает просто банально надо смазать маслица мы все и дальше будут работать если вы думаете купить новые вентиляторы на алиэкспресс один вентилятор стоит в порядка пяти баксов то есть вам этот комплект обойдется в 10 11 баксов так вот то есть дополнительные карте но самое главное то что вот эти вентиляторы продаются на алиэкспресс их можно купить давайте вам сейчас покажу как шумят вентиляторы на всех 4 видеокартах потом я на одной видеокарте сниму вентилятор разберу смажу его соберу покажу как он стал шуметь дальше вам покажу теста в двух видеоиграх на видеокарте 1070 1060 а значит самое интересное что то эту видеокарту можно гнать до двух тысяч двухсот мегагерц у нее офигенная охват и она классно охлаждается и не надо бояться за и перегрев 10 5 вплотную слышно как стрекочет и гул какой-то этот не стрекочет вплотную 5 вплотную вплотную 10 10 вплотную 5 10 вплотную 5 10 вплотную 10 вплотную 10 10 10 10 10 11 10 14 14 15 15 14 15 15 16 15 16 Данная конструкция сложно разбирается, но разбирается. На оси есть выемка, туда вставляется в этот паз специальная защелка, которая на статоре находится. После снятия крышки видно, что он весь в пыли. Необходимо взять спирт, ватку и все это дело протереть хорошо. И внутри тоже можно все протереть, чтобы всю эту грязь оттуда убрать. Далее необходимо взять масло. Я взял масло со своего автомобиля, трансмиссионное 7590. Его необходимо набрать специальную масленку. Я вам не рекомендую держать масло в шприцах, как это делал я раньше. Дело в том, что в шприце стоит резина, не масло-бензостойкая. И она через некоторое время, год-два, у вас сузится и все масло со шприца вытикинет по вашим инструментам. Это лично прошел я. Я рекомендую взять флакон из-под лака. Крышка на данном бутыльке не боится лака, она соответственно не будет бояться вашего этого масла, которое вы туда зальете. У меня туда зашло 10 мл масла, его хватит надолго. Но, что самое главное, здесь очень удобно пользоваться кисточкой. Вы можете обмакнуть, помазать все, что вам куда надо, добраться до любых мест. Почистили смазанный масло. Далее собираем в обратном порядке. Я это делаю так, прикручиваю на 3 винтика крепления вентилятора. И потом ось вентилятора вставляю в двигатель. Защелкиваю и все, все готово. Включил, как обычно, формарк. Смазал вентиляторы. Вот этот звук 500 Гц пропал. Остался только звук, как переключаются катушки у электродвигателя. На втором вентиляторе тоже углу 500 Гц пропал. То есть, сейчас работаю тихо. Это есть вплотную. Если на расстоянии 10 мм, тишина. Здесь тоже. Сейчас я вам покажу, как проверить память в видеокарте. Необходимо скачать и установить камбустер от MCI. Далее в настройках в верхних двух строчках необходимо выбрать. Можно выбрать максимальное количество памяти, либо то, которое соответствует вашей памяти. Вторая строчка, где кастом, выбираем разрешение экрана ваше. И жмем Start Stress Test. Дальше эта полоска должна идти равномерно, до конца нигде не задерживаться. Если у вас все нормально, значит нормально. Далее смотрим вверху. Вот здесь и того памяти 3 ГБ у нас. А загрузилось тоже почти 3 ГБ. Это все нормально. Смотрите. Обычно память используется либо по ГБ у микросхемы, либо по 500 МБ. И получается, что у вас здесь может быть либо ГБ не хватать, либо 500 МБ не хватает, то тогда это уже были бы проблемы. Делаем таких тестов несколько штук. Запускаем. Если у вас все нормально здесь просматриваем, то значит у вас все чипы памяти на видеокарте исправны. Сейчас вы видите настройки игры Far Cry 5. Это у нас первая видеоигра, на которой будем тестировать две видеокарты. Наверху видеокарта 10.60, а внизу видеокарта 10.70. Обратите внимание, какой у нас FPS там и там. Ну и в конце вы увидите статистику. Хочу сказать, забегая на будущее, что в GTA вот это вот FPS, оно мало отличается, в отличие вот от этой игры. Все-таки игра Far Cry 5, она больше загружает систему. Субтитры сделал DimaTorzok. По результатам видно, что видеокарта 10.70 дает на 15 FPS больше. Следующая игра у нас GTA 5. Настройки графики вы видите на своем экране. Хочу сказать, что в GTA 5 при более сложных сценах чисто кадров примерно одинаково, а при более простых сценах она сильно разнится. Особенно это будет видно в конце теста. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Кстати, в нашей группе ВКонтакте ссылочка будет в описании. Возможно, там даже будет на продаже одна из этих видеокарт. Если вам надо, можете посмотреть. Может быть, там и другие товары какие-то есть, если вас заинтересуетесь компьютерным железом. Заходите, смотрите. А на этом у меня все. С вас подписка, лайкосик. Ждем следующего видео. Я вам покажу вот такой вот блок питания. Этот блок питания заман. Я его купил недорого. В общем, я его помыл. На ней я буду делать уменьшение частоты оборотов вентиляторов. Покажу, собственно, как это правильно сделать. Так что подписывайтесь обязательно на канал. Будет в будущем очень-очень интересно. И... Будет время обязательно. Будет стрим. Пока. Когда пойдете мыться, возьмите с собой блок питания. Субтитры сделал DimaTorzok